Оксана, привет. Привет, Дим. Расскажи для всей публики российской, кто такая Оксана Чижевская. Почему я начинаю с этого? Потому что жители Москвы, Петербурга и других городов могут не знать, потому что не видели тебя на афишах и везде в России. И причина простая. Ты переехала в Италию довольно давно. И я хочу, чтобы ты сейчас вкратце рассказала о том, где ты получилась в России и когда и почему переехала. Ну, история у меня длинная. Я постараюсь рассказать вкратце. Ну, конечно же, как и многие, начала в пять лет заниматься по причине того, что у меня был папа-музыкант. У меня не было другого выхода тогда. Он был музыкант-композитор. Я практически сидела у него на коленях в тот момент, когда он писал свою музыку. Ну, и, конечно же, потом музыкальная школа по стандартной схеме советской, как тогда все учились. Я поступила в МУСПЕД-училище тоже по большим наставлениям моих родителей. Проработала музыкальным руководителем в детском саду пару лет, а потом переехала в Италию. Переехала в Италию я по причине замужества. И когда было 24 года, моему мужу 25, и, конечно же, все было очень непросто поначалу финансово и как угодно. То есть, ну, естественно, приходилось выживать, поэтому мне было не до музыки. Очень долгое время приходилось браться за любую работу только для того, чтобы выжить. А потом родился сын, муж открыл свое дело, свою фирму, дела как-то пошли вверх. Когда сыну стало 8 лет, я поступила в консерваторию на джазовое отделение. Тогда я поступила на вокальное джазовое отделение, но параллельно училась также на фортепиано с пианистами. То есть не как ОКФ, как для всех это было, а мне сделали такое из уважения, сделали исключение. Я даже не знаю, почему, если честно. Ну, наверное, сыграла роль тот факт, что все-таки был диплом об окончании МУСПЕД-училища. И, как выяснилось, то самое наше советское училище Навозково, которое, наверное, закончили, не знаю, тысячи, миллионы людей, оно нам дало такую подготовку, которой нет у итальянцев. Поэтому, когда я начала этим заниматься в Италии, да, уже в консерватории, практически реакция у всех была, ну, конечно, ты же русская. Ну, конечно, там, или начинали там говорить, конечно, у тебя такая подготовка. То есть они ничего не знали о нашей подготовке. Все, что они понимали, это то, что мы диктанты пишем вот так, там мы слышим интервалы аккорда, потому что нас на это натренировали в советской школе. Я не могу сказать ничего сейчас про то, какое обучение в России, потому что я ничего об этом не знаю. Но тогда это было на высоком уровне. И даже МУСПЕД-училище, которое очень много, кстати, людей после него пошло в консерваторию, там, в Герцена, куда угодно, действительно, оно давало очень хорошую подготовку. Поэтому, когда я пришла в консерваторию в Италии, для меня очень многие вещи были очень простыми. Другие вещи были очень сложными, потому что джаз – это совершенно другое измерение. А почему ты, извините, я здесь немножко перебью, а почему ты стала учиться именно джазу? Что тебя сподвигло? Это хороший вопрос. Вообще-то я не джазист, я рокер. Захотелось развиваться, захотелось получить образование. Практически я создала свой проект. Это был проект Fusion – рок и индийская музыка. И это был очень хороший проект, на самом деле, только, к сожалению, он остался только домашним. Вынесли его на пару фестивалей, но дальше это не пошло. Этот проект был совместно с двумя индийскими известными музыкантами. Это ситорист Аванидра Шрюкар и таблист Сандип Папаткар. И вот с ними мы выступали на пару фестивалях, но как-то дальше это не пошло. Почему? Потому что было недостаточно знаний у меня лично, недостаточно знаний индийской музыки и недостаточно знаний джаза. А так как я после долгого времени отсутствия в музыке увидела, что музыка-то шагнула вперед. Ого-го, как? И жду мои коллеги-музыканты, создают такие проекты и выносят их на мировые фестивали. И я поняла просто, что мне реально не хватает знаний. И захотелось роста именно в этом направлении. А что тебе может дать это? Только консерватория. Потому что в Италии обучение построено так, что почти в каждой консерватории, у нас есть 55 консерваторий в Италии, в которых в 45 есть джазовое отделение. Конечно же, у нас нет там какого-то бюджетного отделения, где ты учишься бесплатно. Все платят, все учатся платно. Но это государственное отделение. И в результате индийская музыка отошла в сторону. Мне уже было не до нее, потому что нужно было сконцентрироваться на чем-то одном. И джаз уже у меня отнимал очень много времени и внимания. Ну и, конечно, рок тоже отошел на какое-то время на последний план, потому что концентрация вся была на джазе. Ну и, конечно, еще тот факт, что когда я начала учиться, у меня появились новые объективы, новые горизонты. То есть мне захотелось развиваться в конкретных вещах. И раз я была уже изначально пианисткой, изначально певицей, то есть и то, и другое у меня уже было на хорошем уровне, поэтому я решила как-то вот принять вызов. И получилось так, что стала я одной из трех джазовых вокалисток в Италии, которые сами себя аккомпанируют. Ну это, конечно, самое, это очень сложно, понятное дело, что я знаю, понимаю очень хорошо моих коллег, почему они пытаются этого избегать, потому что это подготовка к концертам очень большая, на самом деле, потому что нужно отточить все детали, это нужно и хорошо сделать в фортепианном плане, да, и в вокальном. Еще и подача должна быть эмоциональная, правильная. Мне нравится принимать вызов в жизни всегда. Еще и грузчиком работать, да? Вот, еще и грузчиком работать. А расскажи, в каком городе ты училась, у кого, и вообще расскажи о своих преподавателях, вот кто классные для тебя такие были люди, которые повернули твою жизнь в другую сторону? Ну, училась я в городе Ферраро, при том, что я жила в Балуме. Ну, это час езды, то есть Италия, она маленькая страна, а тут переехать на машине из одного города в другой, это не так далеко. Основной такой человек, на которого я всегда опиралась, которого невероятно уважаю, и, ну, фактически он сыграл ключевую роль в моей карьере и обучении всему. Ну, и, конечно, не повезло в том, что у меня он был все шесть лет. То есть я с ним начинала, я с ним закончила. Это Тео Чеварелло, знаменитый пианист в Италии, который концертирует не только в Италии, но во всей Европе, в Америке. Все началось с того, что он начал приглашать меня на свои концерты, и это пошло прямо сразу. То есть он меня увидел на вступительном экзамене, когда я была совершенно неуверенной в себе девочкой. Как девочкой? Мне было уже 36 лет тогда, 37. Конечно, меня просто трясло. И на экзамене, на первых концертах я думала, что я никогда не смогу, это вообще что-то для меня новое, непонятное. И, конечно, была очень большая неуверенность и страх. И что он сделал? Он уже на экзамене пригласил меня на свой концерт. Я пришла на его концерт как слушатель, и все закончилось тем, что я оказалась на сцене. Но потом я поняла, что это нормальная тактика, потому что он работает не только как преподаватель, но как продюсер. Ему нравится делать музыкантов. Он обожает создавать себе конкуренцию. Это такое качество, которое просто уникальное. Вот именно я очень много у него позаимствовала в этих качествах. С тех пор я тоже обожаю создавать себе конкуренцию. Именно поэтому я открыла эту академию, это пьяновой академии, которая сейчас работает. Лет, наверное, 12 назад в России был просто бум частных музыкальных школ. Вот просто я замечал, что тут мои знакомые открыли там, открывается школа там джаза, рок, неважно всего. Сейчас их страшное количество. И, наверное, в связи с пандемией, и не только, то же самое стало происходить в интернете. Когда произошел тот момент, что ты поняла, все, я хочу открыть свою академию, я хочу заниматься вот этим? Ну, это произошло за два года до начала пандемии. Конечно же, это не то, что ты сейчас решил, и завтра ты уже открыл. Этому нужно учиться. А для музыканта все, что касается бизнеса, все, что касается продаж, все, что касается маркетинга, это просто другое измерение. Ну, как я уже сказала до этого, как ты знаешь, я люблю принимать вызов. Если мне что-то нравится, если мне что-то интересно, я это сделаю. Поэтому я это сделала. Ну, конечно, мне пришлось пройти много курсов, вложить в это очень большой капитал, потому что все это было небесплатно. И, конечно же, там тоже сформировался какой-то такой косяк, фундамент, да, тех самых гуру, инфогуру, на которых я опиралась. Я запланировала открыть этой школы после персонального коучинга у Юрия Курилова. В декабре, в декабре 2019 года. Получилось немножечко позже, то есть открылась Академия, тогда это была просто школа для пьяного войску, в январе 2020 года. И это был первый курс, как раз марафон «Пора начать» с последующей продажей курса «Джаз на практике», который сейчас проходит уже тысячи практически студентов за два года. Ну, тогда я не ожидала совершенно. То есть у меня не было никаких ожиданий, я просто занималась любимым делом. У меня это было, как я сказала, уже принять вызов, да, вдруг получится. И у меня получилось. Причем получилось с первого раза. То есть буквально за первый раз уже, когда мы запустили рекламу, я просто была в шоке от того, что сколько людей пришло на вебинар. Для первого вебинара 80 человек, которые там присутствовали, это было очень много. Пришло на вебинар 80 человек, а посмотрели его полторы тысячи. То есть я не ожидала вообще такого интереса. Ну, я просто как бы тестировала, да, вот и аудиторию, и базу, фундамент, то есть как это все может получиться. То есть я была готова к провалу. Я была готова вообще, что ничего не получится, что все будет плохо. Никто не придет вообще. Кому я нужна? Кому это все интересно? Да кому джаз-то нужен? Сейчас все на уроке концентрированы. Или на попсе. Поэтому я не ожидала, что такой вот ажиотаж есть в России по поводу обучения джазу. Потому что действительно это можно понять. Нет такой методики конкретной. Нет школы джазовых, которые могут вывести реально на уровень крутой, именно на уровень европейских музыкантов. Поэтому я просто это сделала, и получилось. Оно выстрелило, а потом уже начала стрелять. Мы же с тобой понимаем, что педагогическая деятельность, она про то, чтобы отдавать. То есть про то, чтобы делиться своими знаниями, навыками, скиллами, всем чем угодно. Но что это дает лично тебе? Есть ли у тебя какая-то, условно говоря, точка, дойдя до какой, ты скажешь, я молодец, я все правильно сделаю? То есть какая-то цель, какая-то мечта, или вот какой-то результат, который ты хочешь достичь? Ну, во-первых, я всегда все правильно делаю. Нет, это прям без всякого. Скромно, да. Без всякого. Как это? Без эго говорю. Со всей моей скромностью. Нет, ну, конечно же, я стараюсь сделать максимально хорошо, потом получается, как получается. У меня есть одно очень хорошее правило, которое я очень часто предлагаю также своим ученикам. Ну, практически всегда мы опираемся на него, это 80%. То есть 80% это должно быть совершенным. Потому что на 100% не будет совершенно никогда. Потому что если мы ждем, что все будет вот прям совсем хорошо, когда мы скажем, вот все, вот теперь я молодец. Нет, на самом деле мы молодцы всегда, потому что мы хотя бы пытаемся, да. А если потом не получается что-то, то это, значит, из этого выносим урок, идем дальше. Поэтому 80% нормально, а там как пойдет. Что спустя 5 лет ты видишь с Piano Voice Academy? Ну, очень интересный вопрос, потому что на самом деле я никогда о нем не думала. Я как-то привыкла жить сегодняшним днем, хотя я знаю, что в инфобизнесе это не практикуется. Как-то у них у всех есть какие-то там, не знаю, выйти на полтора миллиона в месяц, выйти на что-то. Я не могу мыслить деньгами. То есть я не бизнесмен внутри. Я не тот человек, который живет и работает ради бизнеса. То есть если бы я работала ради бизнеса, наверное, я бы уже выстрелила, не знаю, по 5 миллионов в месяц, как это делают другие. Но моя цель совсем другая. Для меня самое основное – это получать удовольствие от того, что я делаю. И если я занимаюсь вещами, которые далеки от меня, то мне это не сжигает. Я долго не продержусь. Меня это не мотивирует. Поэтому ну сколько можно заниматься тем, что тебе не нравится, и делать это через силу. То есть если я буду выходить, пытаться себя заставить во что бы то ни стало, выйти на полтора миллиона, это приведет к выгоранию. Я буду действительно… Я перестану спать, я буду только думать о деньгах, я буду думать, как бы мне заработать эти деньги. Если я их не заработаю, то я буду плохо себя чувствовать. Поэтому как бы с музыкой это связывается очень трудно. Поэтому все-таки я стараюсь больше внимания, то есть мой фокус держится именно на учениках, на то, какой они результат получают, на то, насколько они довольны своим обучением. И тогда уже довольна им я. Хотя, конечно, всякие моменты бывают, как и в любом бизнесе, как и в любой школе, в любой академии. То есть у кого-то получается, у кого-то получается меньше. Кто-то доволен, кто-то доволен. Меньше всем понравиться все равно невозможно, поэтому, конечно же, разные моменты. Ну, в основном я очень довольна и удовлетворение, которое я получаю от моего, вот именно как-то сотрудничества, да, с моими учениками, потому что я по-другому назвать это не могу, оно огромное. Именно из-за их эмоциональной отдачи все-таки мы музыканты, особенно певицы, мы живем на эмоциях. Когда ты осознала, что ты больше не академический музыкант? Когда ты поняла, что ты джаз-вумен? Никогда. Я до сих пор еще не джаз-вумен. Но я не академический музыкант. И не рокер. Наверное, больше рокер. Вот так. С трудом себя вставляю в какие-то рамки. Мне очень трудно наклеить этикетки, потому что я принимаю... Все стили музыки, для того, чтобы прямо считать себя джазистом, я не знаю. Дим, а ты когда понял, что ты джазист? Когда-то понял. Но все равно я себя не мыслю в одной категории. Я тоже себя не могу мыслить в одной категории, потому что джазист — это тот человек, который может играть абсолютно все. Ни один другой музыкант не сможет играть абсолютно все. Джазист, да. Нам постоянно приходится сконцентрировать наше внимание на каких-то новых вещах, на изучении чего-то нового. И это тоже навык, это тоже практика, потому что кому-то очень трудно изучать каждый день новое. Нам постоянно это приходится делать, особенно когда вот еще есть академия преподавания. То есть я постоянно прохожу какие-то курсы, но они не связаны с музыкой, к сожалению. Я все время учусь, у меня есть свои наставники. Это именно связано с... Вот именно запусками онлайн, потому что мне это необходимо развивать, я хочу это постоянно улучшать. Кстати, за последнее время открыли три клуба. Об этом еще поговорим, да. Вот у тебя был перерыв, да, в музыке. Как было после него возвращаться? И как после него ты искала мотивацию? И надо ли было тебе ее искать? Нет, конечно, не надо, потому что когда долгий период, когда ты этим не занимаешься, ты не занимаешься этим по собственному выбору. То есть тогда, когда я этим не занималась, потому что у меня был маленький ребенок. И так как я стояла на ушах, у меня волосы дыбом стояли от всего того, что мне приходилось каждый день выносить. То есть я тогда не работала, это когда занималась только этим. И, конечно же, тогда мне было вообще не до музыки. Мне даже вопросами стояло. Когда я начала заниматься джазом, вернее, роком сначала, да, как я сказала, у меня был рок-проект Fusion, мне не нужно было искать мотивацию, потому что меня она просто, ну, не знаю, как-то брызгала во все стороны практически. Ну, я была настолько замотивирована, что мне нужно было только одно, найти хороших музыкантов и сделать хороший проект. Все. Идей было полно, и практически все карты на столе. Нужно было только это сделать. Когда я начала это сделать, тогда я поняла, что кранты. Не хватает уровня, не хватает подготовки. Вот. И когда я вышла на сцену в джазовом клубе, конечно, нет, это была страшная наглость. Это была самая большая наглость в моей жизни. Выйти на сцену с гитаристом лучшей джазовой сцены Европы, Торионе, джаз-клэп, это Феррали, то есть там выступают Пэт Мэттени, то есть там выступают совершенно такие звезды, которые приезжают только, ну, иногда, американские. Тут выходит Оксана, причем вышла она после, я сейчас не помню его имя, но он очень знаменитый пианист. И, нет, это было что-то просто гениальное, настолько инопланетное, его выступление, после этого выходит Оксана и поет «Раунд Миднайт», я спела. Это, конечно, было и «Сторми Уэда». Это было, конечно, просто что-то, потому что я думала, мне дрожали колени, меня дрожало, дрожал микрофон, у меня дрожало все. На каблуках 12 сантиметров, в белых сапогах, это была просто уникальная ситуация, вообще это просто нужно было заснять, к сожалению, видео нету, никто меня тогда не заснял. То есть микрофон дрожал вот так, и когда в зал взорвался в аплодисментах, я была в шоке. Я настолько этого не ожидала, то есть я ожидала провала, я ожидала всего чего угодно. И более того, там присутствовали преподаватели консерватории, которые потом у меня были в консерватории, они преподавали мне аранжировку, там и в тренинг, там у нас много предметов было, которые, ну, они постоянно меняются в Италии, поэтому периодически они там появлялись. И один саксофонист знаменитый, который, кстати, преподавал потом аранжировку, он сказал, что он меня очень хорошо помнит, причем это уже прошло 4 года с тех пор, как он меня видел тогда на сцене. То есть когда я поняла, что это был не провал, я поняла, что я хочу этим заниматься. И когда Джезон Моррен мне прям пожал руку и сказал, это было круто, вот я все что угодно ожидала, только не этого. Но, конечно же, если бы этого не случилось, если бы не было такого успеха на первом выступлении, при том, что там все дрожало, я, наверное, не стала бы этим заниматься. То есть основной успех, конечно, вот это основное ощущение от этого, такое толкающее, да, на дальнейшую деятельность, оно именно тогда было. То есть оценка очень важна, да, была в тот момент? Конечно, конечно. Особенно, когда мы такие неуверенные, трепещущие пробушки. Нам нужен кто-то, на кого опереться. Конечно, я ожидала тогда, что меня просто яблоком закидает. Кто в таком случае может помогать начинающим музыкантам? Ну, или тем, кто только начал заниматься джазом, и они, например, боятся куда-то выходить, боятся получать оценку, да, из-за этого, собственно, сидят, например, и ничего не делают. Что бы ты посоветовала? Я бы посоветовала хорошего преподавателя. Это очень важно. Но тут как повезет, конечно, потому что не всегда может попасться хороший преподаватель. И когда он плохой, мы не всегда даже знаем, что он плохой, потому что мы не знаем, что может быть лучше, и мы не знаем, где искать хорошего преподавателя. То есть тут вот именно... Я поднимала свою самооценку через определенного рода наставников, через тренинги. Потому что, кстати, как Беркли, И так и любая консерватория в Италии, при всех хороших или плохих преподавателей, они там все есть, и плохие и хорошие всегда есть везде, и в Беркли тоже. Поэтому, конечно же, многие выходят именно с заниженной самооценкой. Сколько я общалась с моими коллегами, которые прошли Беркли и которые прошли, не знаю, даже консерваторию в Амстердаме, то есть очень многие заканчивают консерваторию, и у них не очень высокое мнение о себе, как профессионалы. Я думаю, что это связано с тем, что там очень много монстров, там гиганты прям реально учатся, то есть есть люди, которые с низкой подготовкой, а есть люди, которые реально очень-очень крутые. И когда ты сравниваешь себя с другими людьми, это, конечно, убивает. Убивает самооценку, ты понимаешь, что нет-нет, я так никогда не смогу. Поэтому я советую никогда себя ни с кем не сравнивать, то есть искать свою уникальность. Вот я такая, кому не нравится, без проблем. Но я вот буду Оксаной Чижевской, я не буду там какой-то другой. Мариной Светой там или даже Элла Фиджеральд не стоит, потому что есть очень много людей, которые построили свои карьеры на репертуаре Элла Фиджеральд и скопировали ноту в ноту и сделали именно вот репертуар такой, как у нее прям кавер. Но да, это может быть очень хорошо, это может быть сделано профессионально, но нет уникальности, нет индивидуальности. Это не джаз. Давай вернемся к твоей академии. Смотри, ты начинала с того, что был курс, точнее вебинар «Пора начать», затем джаз на практике, который активно прошло уже огромное количество музыкантов и продолжает проходить. Как я понимаю, после этого ты запустила клубы. Здесь сразу расскажу о том, что клубом, который занимается инструменталистами, его веду я, появился клуб вокальный. Ну, его как бы веду я, но там преподают другие преподаватели также. Вот в частности, Алла Туровская. Алла Туровская в том числе преподает. И еще клуб для тех, кто просто хочет петь, насколько я понимаю. Да, просто для удовольствия. Называется так, прямо и называется «Поем с удовольствием». В общем-то, абсолютно понятная система, да. Люди платят раз в месяц и, соответственно, им уникальный контент, вебинары, уроки, видео от, соответственно, преподавателей этих клубов. Вопрос, опять же, от тех, кто учится на этих клубах. Что дальше, Оксана? Вот что планируется дальше? Потому что есть люди, которые уже ждут, что же будет новое и есть ли у тебя какие-то идеи? Ну, идеи у меня постоянно возникают и как в моменте, так и запланированные на несколько месяцев вперед. Ну, чаще всего это, конечно, импровизация. Ну, по понятным причинам. Вот, но, конечно же, клубы, они имеют такую модель, ну, как-то несут такую модель, что это развитие. То есть они там находятся для развития. Там просто занимаются, они занимаются тем, что им нравится, могут там чем-то не заниматься, могут вообще-то даже не общаться, сидеть, молчать, а могут общаться активно и проходить все курсы, либо только часть из них. Но какого-то определенного где-то цвета в конце туннеля там нет, потому что как нет потолка для развития, то есть той планки высокой, куда мы всегда приходим. Курсы там немножко другая модель. Там они именно занимаются, они идут от точки А к точке Б. И точку Б мы изначально проговариваем, то есть вот как курс джаз на практике, да, что у них будет в конце обучения, да, что-то они проходят целый, там какой-то непорядок идет, да, уроков, тем, и в результате они выходят на какой-то уровень определенный, да, и учат несколько стилей. Вот этим отличаются клубы, поэтому для клубов у меня как бы, ну, естественно, у меня много чего запланировано. И в частности, вот сейчас у нас идет курс лекций от Романа Столлера по истории джаза. В частности, в ближайшее время, кстати, Роман Столлер, я надеюсь, к нам подключится и проведет несколько вебинаров по гармонии, по джазовой. Вот, и, соответственно, конечно, у нас есть разные там форматы разные, то есть у нас подключаются некоторые преподаватели, подключается кто-то еще там. Потом, естественно, все вебинары, которые проходят у нас в Академии, они остаются бесплатными в открытом доступе для тех, кто у нас находится в клубах. Ну, а, естественно, для тех, кто в клубах не находится, они либо становятся платными, либо просто закрываются. То есть такой тоже вариант у нас присутствует. Ну, и курсы, конечно, то есть все, кто у нас в клубах находится, чаще всего за курсы могут платить на 30% меньше. Расскажи, планируются ли какие-то новые вообще курсы, которые совсем что-то сделают там крутое-крутое? То есть какие-то вот идеи есть у тебя или может уже что-то реализуется? Ну, у нас уже есть один курс, например, по джазовой гармонии, который прошел год назад, ну или полтора года назад, Романа Столлера. И мы планируем его повторить. Сейчас у нас начался новый поток курса Vocal Skate Improvisation, который веду я. Это годовой курс по джазовому вокалу, по джазовой импровизации, на котором я сейчас как раз концентрирована больше всего. Поэтому набор идет постоянно. И, соответственно, очень много интересных новых вещей, они связаны именно с этим. Потому что у нас, во-первых, увеличилось количество уроков, появился модуль по мотивации, потому что, как я увидела из своих учеников, из опыта с моими учениками, очень у многих именно проблема мотивации, проблема веры в себя. Если мы не верим в себя, то мы не действуем. Но как только мы поверили в себя, все остальное мы получим на курсах, когда начнем действовать. Это очень важный момент для вокалистов. Вообще, я считаю, что психология, эмоциональная сфера, вообще не только с вокалистами, но и с всеми музыкантами, она очень тесно связана. Поэтому нам всем приходится быть коучами, прежде всего. А потом уже... Поэтому, конечно, я, кстати, больше в последнее время концентрируюсь именно на этой части. Потому что очень многие мне задают вопрос, а у меня точно получится? Или вот очень у многих есть такое сомнение, а сработает ли это в моем случае? Вот давай здесь прям перейдем. Есть прям очень конкретный вопрос на эту тему. Многие из тех, кто обучаются, это музыканты академические. И очень многие это музыканты 40+. И в том числе у них есть вот вопросы. Вообще, стоит ли мне заниматься этим? Или может мне просто продолжить любить, слушать джаз, и не надо ничего копать, все уже поздно? И вот где искать мотивацию этим людям? Я как-то сразу провела параллель с теми, кто говорит, что вся хорошая музыка уже создана. Зачем ее создавать? Давайте играть чужую. Я думаю, что люди пишут музыку не потому, что они хотят создать еще лучше и лучше и лучше. Чаще всего люди пишут музыку, потому что они не могут ее не писать. Так же и музыка. То есть быть музыкантом – это не то, что ты наклеил себе этикетку «Я музыкант». Это значит, что ты без этого не можешь. Что-то для тебя просто воздух, вода вообще. Но это просто необходимый жизненный элемент, без которого твоя жизнь не будет такой. И так же, как и развитие, так же, как и рост. Это просто личностный рост. Кто-то занимается йогой, кто-то занимается медитацией, саморазвитием. Не знаю, кто-то занимается развитием в музыке. Повышает свой уровень. То есть мы без этого не можем, особенно в джазе. Ну, тут как мой папа всегда рассказывал. Мне в такие моменты, когда мне хотелось как-то меньше заниматься, он говорил, остановился, покатился вниз, как на велосипеде, едешь в горку. Ну, так и здесь получается. Когда видишь, что твои коллеги растут вокруг, когда видишь, что кто-то развивается, а ты нет, а ты наоборот как бы все забросил, закопался в рутину и сидишь перед телевизором, не знаю, смотришь ковидные новости и больше ничего. Не знаешь, не хочешь, и все. А какая разница, все равно завтра все помрем, правда? Кстати, про ковид. У меня есть ученики, ученицы, которые прошли мой курс Vocal Skate Improvisation. Пять из них переболело ковидом в 2020 году. И что они говорили, что именно мой курс ускорил их выздоровление. Это были тяжелые штаммы, вот те, от которых умирали очень массово. И они сказали, что они заставляли себя буквально просто, вот вытаскивали себя из кровати с температурой, заставляли включать минусовки, заставляли включать мои уроки и занимались. И они мне всегда присылали домашние задания. Кашляли, чихали, все что угодно. У них плохо работал голосовой аппарат, понятное дело. Но они всегда заставляли себя присылать мне свои домашние задания. Это потрясающе. Они все выздоровели практически без врачебного вмешательства. Вот что интересно. Я никогда не заявляла о своем курсе, как о чем-то там, не знаю, лечебном. Но тут именно чистая психология. То есть они сказали, что это действительно позитив. То есть на позитиве выздоравливаешь лучше. И вот это давало им тот самый толчок. И именно приходилось себя заставлять, конечно. Потому что когда нет сил, когда высокая температура или что-то еще, это очень-очень важно. Как я понимаю, сейчас в Италии все очень тревожно с концертами, с клубами, с площадками. Расскажи об этом просто, чтобы люди в России понимали, что у нас сейчас все очень здорово. У нас очень здорово, да. Ребята, я с вами. Я очень за вас рада. И я очень надеюсь, что у меня получится приехать в Россию и попасть хотя бы даже на твой концерт. Потому что на самом деле мне очень не хватает этого всего. И здесь есть очень сильное разделение. Здесь 90% функционировался. И они имеют доступ ко всему везде. Они концертируют. Ну, практически все мои коллеги это сделали. Поэтому они активно работают. Я по определенным причинам со здоровьем этого не могу сделать. Поэтому я, естественно, занимаюсь академией и прекрасно себя чувствую. Но, конечно же, мне не хватает концертов. Конечно, мне не хватает. Я очень надеюсь, что это все скоро закончится. Ну, рано или поздно. Не знаю, скоро или не скоро. Но когда-то все-таки закончится. И я все-таки планирую вернуться на сцену. Это самое главное. Мы все будем ждать. Оксана, спасибо. Было очень приятно пообщаться. Спасибо тебе большое. Супер. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok